Если мы не делаем, то у нас тысячи, да, мы действительно накапливаем людей, тоже, как говорится, причин, и пищи, да, основы. Ну, делайте, если она расписывается, то, что мы уже, представьте, если человек не сделает, сделает. А где же? А где же? А где же? А где же? Долгнет, а врачи? Везолагнон тоже нет Важно. Важно, можно только что потенциально есть это создает потенциально посуды просто не пользуешься осознанности Вы же с вами, по сути, разговаривали про работу души да 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 Для развития души, для индивидуального развития души, чтобы оно стало более осознанным, есть два таких разных движения. Первое движение – это привести лунную сферу в солнечную сферу. Это медитация. Медитация – это привести лунную сферу в солнечную сферу. Вы делаете лунный жест в течение дня. Это индивидуальный медитативный путь. И я об этом сайте в нашем сайте, на нашем сайте есть написал, и вот этот путь для меня в Лукхум , Я познакомился у него очень быстро за его связание с Татьяна и его развитие уголовного пути ученых, которые работают с духовными лидерами. Тоже очень сильно связаны с этой посылкой. Я писал книгу «Пункт лимитации». И мы будем ждать, мы закрываемся. Например, в аэропарке, в Москве, ждешь следующий самолет в течение часа. Закрываешь глаза, идешь в себя. И ты как будто переступаешь палку по внутреннему миру. Это почти как заснуть. Ты вдруг все увидишь шумы вокруг. Они очень далеко. Ты погружаешься на внутреннем мире. Ты концентрируешься на уровне. Это может быть, что ты концентрироваешься на гонке. И я концентрируюсь на образе, который у меня есть, образе Татьяны. И я покажу, что ты чувствуешь себя на уровне. Ты видишь, что золнышко встает. Солнышко встает. Солнышко встает. И ты как будто с этим образом остаешься. Это может быть какая-то концепция или текст или высказывание. Действительно концентрируешься на этом. Ты стараешься остаться с этим образом. А потом ты его стираешься, как ты отпускаешь и ждешь. И иногда приходит какой-то ответ. Что-то вопрос или звук или что-то еще. И ты просто получаешь этот контракт. Благодаришь такой жест благодарности и испытываешь. Что-то, кто-то ответит тебе. И наступает время кофе. В аэропорт косты. Это медитативный. Ты привносишь в лунную сферу. В дневное время, где все эти вещи волнечные происходят. Титл называется «Медитация» как «Коптер» и «Классная сфера» и «Классная сфера» «Медитация» как проживание по посылу. Вопросы, запросы. И это можно делать в любой момент, когда у вас есть какой-то небольшой перерыв или пауза. И это действительно начинает как будто освещать наше сознание, осознанность. Потому что когда я приезжаю в Парнаулу и встречаюсь с Одианой, я мгновенно вижу ее. Я не занят своим видом подивания, чем она, как у всех дела. Я прямо сразу вижу, я здесь, я приехал. Еще одно движение, которое можно сделать. Можно привнести солнечную сферу в губную сферу. И это так работает. В период в течение дня я могу спать. Я могу задать себе вопрос. Вопрос, который родился у меня в течение дня. У меня был неприятнейший разговор с коллегой. Про какой-то клиентский вопрос. Я был расстроен, разочарован. И сейчас я вернулся с ними на минуту, а еще раз пережил эту тварь. И я задаю себе вопрос. Почему я всегда так сильно реагирую на проявление моего коллеги? На такое время. И все. И засыпаешь. Утром просто падаешься. И в какой-то момент не встречаешься с этим человеком. И человек начинает себя обогреть совсем подобно. И это как будто бы чуть-чуть в другом пространстве оказываетесь. Не выбирать все. Но кто-то знаком, что он кислородает. И когда с ним нужно, чтобы он поднялся немного солнца в эту руму. И помогает душе стать добавлением вашей ясной, В.. И можно больше вдвоем в свою сферу души. Вы можете нагрузить себя лучше в свою душу. чтобы ты больше мог пребывать в искусстве, в своей реакции, проявляться и быть. Продолжение следует... 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 Как мы можем взять в управление эти три силы, эти три лошади? Три диких лошади у нас есть. Как у Римля, когда была колесница, да, запряженная наша маленькая машинка. А как их право бежать? Потому что эти лошади, они учатся во всех управлениях вовремя. Но нужно им управлять, чтобы поехать туда вот эти лошади. Итак, три пути, которые помогают нам обрести больший контроль и обрести меня в сферах. И в сфере мышления. Речь идет о концентрации. Практиковать направленное мышление. Маленькое упражнение может быть такое. Можете ли вы, тридцать секунд, не прерываясь, думать только об одном предмете? Две секунды спустя вы заметите, еще одно какое-то понятие уже влезло вам в голову, мешалось. Вот такое маленькое значение. Тридцать секунд концентрация на одной тени, на одном предмете. Когда вы читаете книгу, я за собой не скучаю. Я читаю, где-то через две секунды мой мысль уже голодушный. Я не с этим детством, не с тем, что там есть. Чем больше мы включимся этому качеству в концентрации, тем больше начинаем наблюдать, что ваши мысли стали более прозрачными. И мы можем начинать формировать свои. И даже более точно их высказывать. Это концентрация. Упражнение в концентрации. Перейду в охране. Ребенок с инвалидностью. В Голландии есть такое специальное место. Это первый институт, который религирует золото в своей жизни. Он растет в этом доме. И после того, как он достигает определенного возраста, то он унижается. И этот маленький, он развел себя способность ремонтировать старые ситраи автомобили. И особенно, я не знаю, что это совершенно какие-то. Снуки, большие такие машины. И он единственный, кто действительно очень любит, может хорошо это делать. И отец ему не рассказал, что когда он видел своего сына, как он ремонтирует эти машины, он делал это со 100% концентрацией. И он сказал, что это плоды от этого обучения в этом месте. Концентрироваться. Учитель научил от ребенка концентрироваться. Сегодня, с твоими мыслими, что-то с тем, что-то над ним. Очень красиво у меня душа. Чудесное такое развитие души. Несмотря на то, что мальчик был бы совершенно... большой талантин. Но это не значит, что душа была импровизированной. Второе для чувств. Дыхание. Это средняя часть тела. Ритмичное дыхание. Выходим. 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 Это не только само дыхание. Но это такое душевное дыхание. Когда я говорю, и вы приходите на мою сторону, вы выходите из. Когда вы записываете, вы входите внутрь. Когда вы слушаете, вы выходите, вы записываете внутрь. Это чувство. Это ощущение становится больше как дыхание. И само мышление, вернее, чувствование, оно совершенно иное, чем мышление. Потому что чувствование, как душевное качество, оно как бы будет в большей степени между ними. Я могу расстроиться за то, что я услышу. Перестать дышать. Я просто тут внутри начинаю работать. И что там, что там, что там, что с ним вчера не понимаешь. Это вообще не я так вижу. Да что это такое? И ты все время вот в этом начинаешь тут забыть. Ты застываешь. Не можешь вдохнуть. И тогда ты тоже не можешь вдохнуть. И не можешь запустить. И в отношениях тоже. И в отношениях тоже. И в нашем другом. Все идет хорошо. Дышащий человек. Так что я говорю, что не дружу. И когда я слишком увлекаюсь, он спокойный. И это качественное дыхание. Я думаю, что это очень важно практиковать вот эту душу. Ушил на эту карму. Идти с таким человеком. Возвращается к себе. Идти с другим. Возвращается к себе. Идти с ребенком. Но не слишком долго. Не 2 часа. Минутка. И возвращается к себе. Потому что ребенок это тоже делает. Он все время просит внимания к себе. А потом снова к себе. А потом снова к себе возвращается. И это качество души. Можно это практиковать вот это дыхание. Можно это практиковать. А потомARD. И это не tämä собака. Что касается бури. И этого возник Collection. И это когда нужно? Теперь. Что касается бури. Можно это сделать. И это делать. Магастап. Нужно делать шаг. И еще один шаг. Маг energon제 command mile. И еще один шаг. Мага девяти шаг. boxes want small. Маленький супруг. paz hold count. adelante скейтams eyebrows. Если вы не делаете шапки, вы застреваете, перестаете действовать, это душа как будто взрывается внутрь. У вас с каждым шапком приходит ответ. Вы сразу получаете такой ответ. И нечто возвращается к вам, возможно, немного изменит, чем вы раньше. И я вижу это как важное упражнение организованной жизни. Для людей в компании, когда они концентрируются, когда у них есть фокус, а в сознании прием, где они идут, куда они идут. Если там вдохновение, сотрудничают для людей с другом. Или все время говорят, что ничего не происходит. Или вообще не говорят, что человек будет думать. И делают реальные движения. Это осознанное развитие отдельных людей в организации. И я вижу это так, что эти три силы души работают как будто в пересечении между другом. Они либо ослабляют друг друга, либо усиливают друг друга. Концентрированное мнение. Концентрированноеence. Концентрированное мышление. Создает плоды для того, чтобы сделать нарушенный следующий шаг. И наоборот. Когда мы делаем шаг, это открывает нам возможность видеть новое озарение. Воля работает в душении. И чувствование очень сильное. Очень сильная сфера, мы ходим, уходим, уходим, уходим. И если мы не находимся в этом дыхании, мышление и вовремя, они как будто бы уходят. Им становится как-то инкомфортно, трудно становится, выравнивает себя. И это была точка 05. Поехали. Заливаю. Поехали. Прошу. Праздоров. Пожалуйста, помните, пожалуйста. Вам нужно было больше всего. Я просто теряю. Поехали. 25, 24, 25, 25, 25, 25. Уже сфальт. У нас был employ. У нас был роман Гурщи. Я в конце это еще раз повторю, но в пятом году было прям близ к души, мышление, чувство и волю. А, вот это был пятый. А в конце я еще раз повторяю, чтобы осталось. В пятом году сейчас мы поговорим про мышление, чувство и волю. И как они между собой работают, как их можно тренировать. Вот это я в основном еще потихнулась. Четыре первых качества. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...